Вероятнее всего, Империи вскоре придется расширять свой военный бюджет, потому что ущерб, который наносит Нокт со своими друзьями их военной инфраструктуре, исчисляется, я думаю, даже не миллионами, а уже миллиардами гилей. Вот и накануне здесь, в форте Валерий, мы с вами немного похулиганили, но и сейчас нам нужно исследовать это место, друзья, это часть номер 119, с нами Ирис, и от этого уже становится приятно и радостно, так что вот с таким настроем... Ирис, что случилось? Ничего, я просто наслаждаюсь вашей компанией и этой поездкой. Вот и отлично. Жаль, что все это когда-нибудь закончится, правда? Но будем наслаждаться, пока есть возможность. Да, это точно. Вот, собственно, видите, Ирис тоже нравится в нашей компании, и у нас такие же чувства, с такими же чувствами начинаем исследование форта Валерий. Хорошо, что дали возможность теперь его исследовать, а то я прям переживал в той части, думаю, ну как? Так, сейчас по сюжету пройдем, разрушим его и больше не сможем. Но нет, сможем, тут даже, смотрите, противники? А кто здесь противники? Магитек Секироносец. Так. Я пока осматриваюсь. Ого, неплохо. Снайперы. Гладио, давай. Что-нибудь скажешь? Скажу. Скоро нам проходить DLC для тебя. Ребята говорят. Ух ты. Ты не ударилась, девочка? Она так ляпалась. И выглядите бомбезно. Да, нам часто так говорят. Не принимай всерьез. Ну вот, вот, как раз, к слову, о том самом ущербе. Это что же все надо будет ремонтировать империи, если они захотят, чтобы их форт функционировал дальше нормально. Но это хорошо. Ребрец. Почему я так говорю? Поймут только те, кто смотрел прохождение игры Виктор Врен на канале. Мало кто его смотрел. А там аж 124 части. Друзья, так что, если я все правильно помню. Вот. Оттуда ребрецы и пошли. Что у нас тут? Надо вот сюда забежать. Я все жду. Мьюз, я все жду момент, когда можно будет покрутить краники. Они прям просятся. Здесь пока нельзя. Ну давай, ног, ну, 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 вот я все-таки думаю, чуть-чуть нужно было обзор немножко увеличить, чтобы вот таких вот мелочей не оставалось на карте. Конечно, это, с другой стороны, побуждает к тщательному изучению. Можно находить свои плюсы в этом. Ух ты. Это целый прицеп. Круто. Ух ты. Я даже смогу забраться на него. Так, возможно, здесь есть какие-то секретные итемы. Так как, смотрите, мы даже вне боя можем телепортироваться по всяким клевым местам. Свободно причем. Хорошо. Тогда сочечем это нашим первоначальным осмотром форта. А я потом еще прочешу тут каждую трубу. Если и будет что-то такое. Ну, вот как в том форте. Мы прыгали на ящик, помните, вот так вот. И брали там предмет. Если здесь что-то такое будет, то, конечно, покажу вам дальше. За это можно не переживать. Сейчас наша задача открыть всю карту и провести стандартное исследование. У меня уже руки отваливаются. Правда? Что с тобой? Как бы сказать, я, типа, мышцы качаю. По-моему, нам и одного качка хватит. Дай я чуть-чуть. Так, для неотразимости. Гладио просто имеет эксклюзивные права на накачку. Поэтому хватит только его. Друзья, я тут на днях стартанул на канале с игрой Бэтмена. От Telltale. Вообще просто... Просто как фильм смотрится. Там всего пять частей будет. Пять эпизодов. Ну, я по эпизоду в части выпускаю. В первой и во второй части. Советую. Советую вечером. Зачетная игра Кинцо. Вот-вот-вот. Продолжаем наносить ущерб. Мне так нравится, как эти маги тех штурмовики взрываются. Это прям очень классно и эффектно. Много классного в Final Fantasy XV. Опять же, уже говорил об этом. Конечно, недостатки есть, но общий хейт чрезмерно раздут. И часто не очень обоснован. Потому что какие-то такие приятные вещи и моменты, они опускаются за ним. А это не объективно. Я так не люблю. Мне многое в Final Fantasy XV нравится. Так. О, там как раз открыта та часть. Получается, мы... Ну, ладно. Давайте. Давайте пойдем вдоль стены пока. Вот и... Мефриловый штифт. Музыку. Музыку включите. Так. Так. Вот эти машины мне напоминают какой-то аэропорт в GTA San Andreas. Да, боже, тебе интересно, особенно старые попроходить. Будет на 100%. Вот Liberty City, Vice City. Это прям молодость. Я выпью за это просто. Конечно, не очень хорошо остыл. Пусть остынет. Так, окей. С этой частью вроде окей. Можем пробежать вот так. Вообще классно было бы, если бы друзья похитили с одной из таких баз. Вот такой какой-то летательный аппарат. Видимо, там навык какой-то нужен, чтобы им управлять. Ирис просто как маленькое солнышко бегает, тут теплом всех одаряет. Просто я сейчас увидел всю нашу команду и ирис, просто ее украшение. Так. Надо. Надо вот там еще два кусочка. Два кусочка. Не колбаски, а карты. Открыть. Первый. Есть. И вот там прямо второй. Во. Ну а там почему под границей не открыто? Там что, ящики были? Ящики, видимо, были. Или нет? Тут сейчас открылось. В чем проблема? Я вроде бы здесь бегал. Так, поднимались на эту башню. Башню. Ух, красота. Вот сейчас просто время близится к закату. Солнце горит вместе с горой и ровоток. Посмотрите, вообще вещь. Просто вещь, которую надо переносить на холст. Прямо отсюда. Ставьте мольберт, пацаны. Только я рисовать не умею. Так. Куда далее? Вниз и пойдем. Давайте еще раз проверим эту башню. Ух ты. Вот на ту, интересно, можно взобраться? Она там за забором? Или это чисто декор? Звук при падении просто шикарный, как мешок. С известным наполнением. Во, и там почувствовал я, что он тут есть. Усилитель магии, друзья. В мусорник, понимаете? Выкинули уже. Значит, решили не усиляться. Или не усиливаться. Тупик. Да? Да. Примечательно, что карта здесь не открывается. Смотрите, мы... Есть, оказывается, в Final Fantasy 15 места вне карты. Вот. Вот как будто секретный проход, как будто в какой-то пятой финалке. По-моему, не было такого за все 118 частей. Ха. Да, интересно. Почему здесь не нарисовали карту? Ну вот, все, секретный проход. Помните, в пятой финалке была способность, которая позволяла видеть секретные проходы? Пятая хорошая. Так. Ну, раз так, тогда уже надо вот тут под стенкой вот эту область открыть, а потом туда пойдем, под стенкой так же. Ой, ирис. Прости. Если слишком тебя подвинули... Она еще так зажмурилась. Ног-то было уже не остановить. Ай. Посмотри на ящиках. Ничего. Ничего. Эй, смотри, куда прешь. Да, это вам не ирис. Этот не зажмуривается. Кибитка. Ты в кибитку заходи. Ну, хоть бы лор положили. Такая кибиточка в углу уютная. Не хватает здесь хотя бы лора. Какого-то игрового почитали бы с удовольствием. Может, свет включим? Хорошая мысль. Ну, вот я сказал о том, что это минус, что карта так открывается с таким небольшим радиусом обзора. С другой стороны, видите, между каждым ящиком приходится пробегать. Не упустим ничего таким образом. Это плюс. Безусловно, тоже. О, там дядьки стоят. Встречайте меня, пацаны. Закрой рот, говори. Я просто испытал фразу навстречайте меня, и все, что услышал после этого, закрой рот. Все, окей, окей, я молчу. Слушай, этот покрепче. 17 вэли. Хорошо. Отбегайте. Так, кто-то еще есть. Слушайте, что это такое? Это пыль какая-то? Но это не снег, это интересное явление. Там можно было призвать, и я бы с радостью это сделал. Хватит болтать, порадись. Видите, можно вот так вот выйти. Вот так и есть зона боя, а вот так вот же нет. Если бдит, получится на одного солдатчика призвать. Как ты умудряешься фотографировать во время боя? Это очень нелегко, Ирис, но кроме меня этого не встали я. Ну и что в этом такого? Ирис, не мешай, так будет лучше. Дайте нам призыв. Да что ж, выскочил, ладно. Тогда закончим без призыва. Делай и что хочешь. Тоже мне отсказать. Ну где-то там. Он на башне. Привет. А ну, давай промахнись. А еще раз. А еще. Ирис, ты цела? Конечно, а ты и ногт. У меня все в норме. И это хорошо. О, красивый тоже вид. Такой типично заводской. Посмотрите, класс. Просто класс. Ты что тут делаешь в кибитке? Лазерный сенсор рассматривал? Ну ладно, тогда ладно. Тогда хорошо. Так. Часть потом откроем. Будем держаться маршрута намеченного. Вот туда двинемся. Угу. Тут тоже есть проход. Либо тупик. Но сейчас посмотрим, узнаем тоже. Так. По пути предмет. Он здесь еще сужается. Очень странный. Но, видимо, он нас приведет туда, откуда мы начинали нашу миссию. Услежки. Может и нет. Может здесь есть связь. Да, связь есть. Значит. Не совсем так, как я подумал. Так, в кибитке мы были. Ну, это две. Вторая башня. Нет. Нет. Это одна башня здесь. Да. Тогда окей. Так. Там под стенкой пробежим. Давайте вернемся тем же путем практически. Вот здесь даже по структуре карты прям просится какой-то итем, чтобы был. Хоть бы зелье положили. Прямо спайдермен. Так. Окей. Там вот корабли. Это старые или это нас уже ждут? Приятно, когда подают прям к вратам карету, даже летающую. Ночью здесь как-то страшнее. Как будто это какое-то такое незаконное проникновение. Оно и днем и незаконное. Конечно же. Но. Сама темнота она придает. Еще ощущение боязни. Пребывание тут. Все. Шикарно. Посмотрите. Открыли. Теперь идем, друзья. Вот сюда. Я замерзаю. Надень куртку. А то простынешь. А. Вырез. Такое приключение на заводе. Я думаю, она раньше в такие авантюры не попадала. Так. Но опять же, судя по ее комментариям, ей интересно так же, как и нам. Так. Тут ничего. Кибитки посетим давайте позже. Сейчас вдоль границы идут. Можно за. О. Вот тут. Во. На эту ты не можешь, да? Жалко. Ну ладно. Вот даже ведро есть. Интересное ведро. Надо секретный квест с ним придумывать. И добавлять. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Две кибитки. Пойдем посмотрим. Интересно, эти штуки можно разломать? Как там это произошло во время боя? Да, можно телепортироваться, но давайте посмотрим. А, это за забор. Проникнуть. Кстати, возможно, сюда только таким способом и можно проникнуть. Не факт, конечно, но. Но. Может уже тут поисследовать, а потом туда вернуться. Ну, давайте тут поисследуем. Опять же, сначала под границей. Предлагает наверх сходить. Оставайся на трубах. Походим по трубам. Прям как в детстве. Высоковато, конечно. О, здорово, пацаны. Вы там, да? Это кто там? Это наши? Йоу. Давайте сюда. Что они там делают? Они все не смогли сюда телепортироваться? Так они сейчас вяжутся в поединок. Или это стелс? Смотрите, вот-вот-вот просто живой пример, как надо проходить миссии в режиме стелс. Иги и Гладио спокойно это могут сделать. О, там еще... А можно мне на вот эти трубы, которые повыше, еще по ним походить? Типа максимально высокие. Это куда? Нет, на столб. Вообще, эта возможность хождения по трубам, она классная. Почему? Потому что не исключено, что так можно какую-то вещь секретную найти. Даже на этих же самих трубах. Тут забор. Классно. Форты классно внутри сделаны. Интересные локации. И даже, несмотря на то, что они в большинстве своем пустынные, в большей... В большей части. Не то, что большинство таких локаций пустынные, а вот... Добрая их доля. Она не содержит каких-то предметов или еще чего-то. Но все равно исследовать интересно. Ладно. Сходим по трубам теперь туда, в тот конец. Да не будет никакого боя. Я не собирался его устраивать. Зачем раньше времени? Еще и на эту сторону свалились. Но! Враг слева от тебя! Я понял. Я, пацаны, не могу так с Келсом перемещаться, как вы видите. Я все взял и зафейлил. Давай, Ногт, уже тогда эту часть откроем. Магитихи там между собой говорят. Враг! Ногт слева от тебя! Спасибо. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе. Все, теперь дальше под стеночкой. Полночь. Полночь. Просто полночь. Консидерат. Дан. Так. Да, действительно. Сюда нет прохода. Сюда можно только телепортироваться. Такая область. Доступная только для Ногта. Ребята только через решетку могут махать весело рукой. Морально поддерживать. Так, мы тут ни на какие трубы не можем попасть отсюда. Вообще, в этой области вот эти точки для телепортации надо высматривать. Вдруг какая-то куда-то приведет. Вот они имперцы. Канализация. К Дону Корнео ведет. Если пройти по ней, может вылезти можно под его кроватью. Так. Ну да, тут что-то должно быть. Пока не посражаемся, не возьмем. Правда, Ног? Покажи. А давай-ка, давай-ка, Ирис, я просто возьму сейчас, наполню. И, Гладио, давай сделаю. Может этого хватит. Видим, как точки по карте перемещаются. Вот, вообще уже впритык практически подошли. Это переходит все границы. Извини. Будем играть по плохому. О, там, там потасовка. Там, смотрите. Там круто. Там кто-то рубанул и точек стало меньше. Вот и приехал. А пром-то нашипел. Так, ладно, давайте тогда этого одинарного тоже, да, урабатывай. А теперь... А теперь нельзя, Гладио, давай. Ну как так-то, а? Весь мой план, друзья, провалился. А если я сейчас выйду, то бой собьется. А что-то все покраснело. Что там? Там босс? Призвать. Вот так вот. Карающая молния возникает. Совсем красота. Призвать. Надо взять, конечно, 20 из 10. Чуть туда привык ВК. И форт Валерий постигла кара. Раму. Одно излишки, что я видел по графике в играх. Немножко вымотало, да. Так, все-таки теперь предмет возьмем. Или нет, любой еще идет. Вроде все. Конденсатор. Знаю, что вы соскучились по финалочке, друзья. Как и обещал, в декабре финалочки будет больше. И 10, и 15. Так. Так, ну ладно. Эту часть изучили. Те кибитки тоже надо будет, конечно, посетить. Которые на открытой части карты. Обязательно. Обязательно. Но сейчас идем заканчивать с тем... С тем куском. Кстати, я так понял, что... Трубы эти... Они как раз и нужны для того, чтобы вообще выйти и отсюда. Ничего у них секретного нет. Собственно, это просто... Для выхода. Да что ж такое. Не с этой стороны надо мне. Вот с этой надо, да? Вот как-то вот так. О! Вот так работает. Подписчик Стелс пишет. Стелс, если ты сейчас смотришь это видео... Нет, ты его не смотришь, потому что ты пятнашку еще не проходишь. Он проходит все финалки на 100%. То спасибо тебе за то, что комментарий оставляешь под каждым просмотренным роликом с финалкой. Это прям... Если б каждый зритель так делал, я вообще б счастливым человеком был. Так. Ну как мне кусочек этот... Давай! ТП-шица не хочет, но карту открыли. Все, ура. Так. Скидывает мне скриншот и спрашивает, видел ли я такого врага у Космоканьона. Ну да, такого видел, но он не часто попадается, действительно. Пам-пам-пам, па-па-бам. Папапапам-пам, па-папапапам. Та-да-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дадам. Самое классное в Космоканьоне, когда оно входит и впервые туда приходишь... И тебя дядька в кимоно спрашивает, ты уже был здесь? Можно сказать, да. И будет, я не выношу лжецов. Это шикарно. Так. Так, теперь две кибитки. Дождь. Смотрите, да. Как будто штука, которую прочитать можно. Что это такое интересное? Так, а ну-ка, я сейчас с фотика посмотрю. Интересно стало. Ничего себе. А ну-ка, давайте приблизим. Три-четыре. Все никак не привыкну к этому интерфейсу. Вот. Чипсы ББО. ББКЮ. Чипсы с барбекю, друзья. Видели такие? Давайте сфоткаем. Все-таки прикольно. Так. Вот так вот. Чипсы ББКЮ. Может быть потом за ними нужно будет прийти сюда. Типа это какой-то квестовый итем, но необычно. На панели. Тут вся панель, наверное, все кнопки жирные. Жрать чипсы, а потом вот эти все кнопочки нажимать. Следующая смена придет, им совсем неприятно будет. Такие вещи надо, конечно, если употреблять, то не во вред оборудованию. Ха-ха-ха. Так. Тут прохладно. Ха-ха. Так. Теперь вот сюда. Вот эту область изучим. Ну, а потом те кибитки. Сегодня расцветет позже, потому что дождь. Если он не прекратится, смотрите. Шесть часов почти уже, но довольно темно. Настолько хорошая погодная модель, ее надо не забрасывать ни в коем случае. Ее можно еще, но только улучшать. Например, использовать в последующих финалках, там в шестнадцатой и в других. Добавив еще какие-то усовершенствования, но она прекрасная. Давайте командовать буду я, только покороче. И попроще давай. Давайте командовать буду я, и просто только пятки засверкали. Команда ретироваться. Видимо, подразумевалось. Классно, асфальт становится мокрый. Ну, или что это там, бетон, плиты. Эти колонны намокают. Уже только что рядом с одной стоял. Так, ребяточки, сколько же еще раз? Ух ты, как-то промахнулся, он неплохо. Что? А давайте фронта, пусть действует. О, Ирис, затмение. Это интересно. Вы вдвоем просто звери. Впечатляет. Говори за себя. Ребята, вы молодцы. Все гораздо проще, чем казалось. Сказала Ирис, от которой я шорох открыл от удивления. Давай еще раз. Ирис! Ага. Понял. И вот ног просто поставил точку. Это было круто. Отходим. Девочка убегает, сейчас там как жахнет. Я предупреждал. Так. Да, вот сейчас я смотрел на нее и почему-то мне... Я хочу только одного, в номер и спать. И я. Лагерь меня сейчас не устраивает. Почему-то мне Джун вспомнилась из Теккен 2. У нее заставка еще была такая классная в лесу. Когда игру проходишь. Джун Казама. Да? Точно. Верно помню. Олдфаги на месте. Ну-ка, пишите. Так, тут тупик. Ну, если хочет сюда, давай посмотрим. Может, действительно что-то есть. Но, видимо, вот такие мостики, они не содержат предметов все-таки. Так, дождь кончился и сразу моментально стало светло и утро наступило. Мы шли всю ночь, парни. Жаль, что здесь, кроме сражения, ничего нет. Все-таки отдельная область. Нужно было хотя бы рядом вот с этой штукой что-то положить. Так, куда дальше? Дальше. Пойдем по этим кибиткам. И вот так установим взаимосвязь. Пойдем по этим кибиткам. Пойдем по этим кибиткам. Пойдем по этим кибиткам. да кстати у нас не появились ли в описаниях персоналей новые лица джаред приветливый и учтивый дворецкий ну да это мы читали или нет может быть это я читала потом загрузился ладно давайте на всякий случай продублирую приветливый и учтивый дворецкий уже многие годы служащий семье амицития он долгое время был помощником кларуса старшего советника короля поэтому хорошо знаком с членами королевской семьи в том числе с принцем ногтисом джаред тоже выбрался из разрушенной инсомнии поселился в листалами наделенный потрясающе широким кругозором он ищет и скрупулезно записывает разные древние легенды а потом пересказывает их своему внуку талкоту может вот этот просто добавилась сюда часть те кто знал джареда любили его не только за добрый характер но и за завидную решительность он гордился тем что служит семье амитиция амицития простите роду который подарил люцесу немало капитанов королевской гвардии и щитов короля несмотря на преклонный возраст и больные ноги джаред не склонил головы перед имперским командиром коллега улдором и не выдал ногтис а проявив себя верным защитником короля вот да это видимо часть давай это не помню части друзья наверное она добавилась так ясное дело что мы тут бывали но так как это было на на миссия здесь у нас просто свободное эксплорерство то надо проверить еще могли что-то положить вот тут у нас исследовательский отчет 25 11 745 с.п. сальхимский богоубийца потрясающий образец ранней маги технологии его мощная лазерная пушка и исключительная маневренность невероятны даже по современным меркам чтобы враги не узнали о нашей чудесной находке я решил ограничить доступ к информации об устройстве для всего персонала кроме сотрудников с уровнем допуска 3 и выше так тут еще вот читать это туда же относится но да так давайте тут по правде говоря думал у нас как там исследование этого форта минут 10-15 займет но он оказался крупнее так окей как же это уныло стеной по любому останется область черная да нет ну спасибо на этом говорит вот 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 И все-таки кусочек есть. Эй, смотри, куда прешь. Фух, Иги просто остановил, как скала. Вот это мужчина. А, тут эти ящики, видимо, из-за них. Ну да, не получилось. Это все так открыли. Отлично. Получается только вот эта часть. Ну, хорошо. Идем к выходу, друзья. Пойдем дальше. Приключения ждут. Классные механизмы. Всякие машины. Эх, я думал, ты просочишься. Что тебе с лицом глади уже второй раз? Тихо, тихо. Тихо, тихо. Сердце так стучит. Да, надо определенно вводить еще дополнительную награду за карту, открытую на 100%, как в ремейке FF4. Все. Могу нести вам зачетку на подпись, друзья. Исследовали форт. Да, я еще потом самостоятельно по крышам, по трубам, везде здесь пошныряю. Может, что-то еще секретное попадется нам. Так, ну а стандартное исследование форта завершено. И у нас, у нас, друзья, подготовка к плаванию, да? Ноктис узнает о том. Ну да, это все понятно. Нам нужно на КМ-ский маяк отправляться. Так, я не понял, а там с этой стороны закрыт этот проход, да? Во как. Во как. Хорошо. Давайте. Давайте к регалии. Сейчас 10 было. Сколько это у нас займет времени? Бывшая территория Тенебр. Как красиво. Все-таки великолепно. Мы добрались. Надо в таком формате целый сериал снять. У финалки. Не одну часть, а там, допустим, 50 серий. Пусть Игнис ведет машину на КМ-ский мыс. Ну пусть, 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 пусть. Просто я, может, не на КМ-ский мыс хотел. А я могу сохраниться на регалии. Ладно, будем подъезжать, надо сохраниться. То, что там нас может ждать что-то не бесповоротное. Я бы провел еще раунд. Судя по уровню ее мастерства, лучше не стоит. Как его, этот, Локи? Ей в подметке не годится. Хотя без маршала нам, считай, еще повезло. Думаешь, с ним все было бы как-то иначе? Она сказала, как-нибудь еще поиграем. Может, мы еще встретимся? Когда у вас депрессуха, как у Зидана была, вот эту мелодию надо слушать. Это просто лучшее, что может быть в таком состоянии. Так, ну они сами поехали. Я могу хоть остановить машину? Потому что я даже не могу. Похоже, что нет. Похоже, что пока не доедем, уже все. Привет. В эту чащу просто грех не углубиться. Я с тобой совершенно согласен. Если то, что рассказывают о Мальмаламской чаще, правда, то, возможно, здесь мы найдем то, что нам нужно. Ну, давайте сделаем остановку, раз они сами предложили это сделать. Может, там какой-то ивент будет? Я думаю, вряд ли, но все же. Или это подразумевает как раз первое посещение там самой чащи, которое мы уже давно с вами совершили. В третьей главе еще. Тесновато было. Извини за доставленное неудобство. Спокойно, я же просто шучу. Я не виновата, что ты не помещаешься на заднем сидении. Действительно, бросьте его в багажник. Давайте сохранимся. Это хорошая возможность сделать сохранение. Так. Легко. Ну, вообще, это просто фраза, типа, использую Чокобо. Или это связано с каким-то секретным квестом и каким-то обсадником. Ирис, ты умеешь, конечно, заинтересовать Виртуозилу не только красотой, но и квестом каким-то потенциальным. Но, так, 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 так. Можно сходить туда, к ведьме. Вот сюда. Что происходит? Не надо никуда возвращаться. Я хочу вернуться, точнее, не вернуться, а сходить к ведьме, да, вместе с Ирис. Не скажут ей какую-нибудь, не пророчат там трагическую судьбу, умереть молодой и прочее. Я бы не хотел. Но к ведьме пойду. Спасибо, приятель. Так. Заберем цвет изумительный. Да, цвет изумительный. Он так вот идет по дороге, как будто сам тут гуляет. Такой просто житель чаще. Так, мостик там. Да, это я помню. Я видел предмет, друзья, видел. Ну, понятно, там расходник собирали уже много раз. Хисо, хисо. Хисо, хисо. До сих пор становится страшным. Надо подшивочку, кстати, небольшую сделать в конце. С одной из деталей по дополнительному заданию. Если не забуду. Прям итами бы попоявлялись везде. И вот так вот бежишь и думаешь, собирал их уже, а потом думаешь, а вдруг в шестой главе там положили меч ультимы. А ты думаешь, что там лежит просто разбитый хронограф. Давайте хоть сокровище возьмем. Вперед. Я их мигом в порошок сотру. Нет, тереть никого. Хотя, видимо, придется. Давай, разберемся с этим отременем. Будем играть по пасам. Давай, Чоку. Это будет, пожалуйста, не. Это просто Чоку без Мога. Извини. Он буйный такой. Девушка так радовалась, взял ее, рубанул. Это-то и так понятно. Мегафеникс тут. Так. Так. Почти добрались. Ну, кто там? Я пойду вперед и останавливаю их. А вы за мной. Я же главнее. Сегодня нет. Вперед. Как скажешь. Вот так. Вы посмотрите на него. Великолепно. Я не промахиваю. Да, если куда-то еще нам можно будет использовать эти ОС, а то сейчас мы их добываем, но уже, друзья, все прокачано в челке. Не часто их можно встретить. Гибкий хвост, нет свободного места. У тебя все нормально? Вы рядом, значит, все нормально. Мальмананская чаще. Охотникам вход воспрещен. Обратно ты пришел. Ну, а как же. Есть что-то вкусненькое. Все по-старенькому. Ну, давай хоть силы там. Благодарю. Хочу, чтобы поберег себя ты. Ничего вообще не сказала Ирис. Никакой реакции друг на друга у них. Поэтому. Пойдем, друзья, дальше. Вернемся к машине. Еще раз сохранимся. Вперед! Конечно! Даже не знал, что песня с карты мира называется Over the Hill. У Найтвиша песня Over the Hill and Far Away просто красота. Каждый день вступил. Каждый день вступил. Каждый день вступил. Он был внушен. Хорошая. Пойду послушаю после. После части. Вы, наверное, хотите отплыть как можно скорее? Пожалуй. Завидую вам. Мы же не на каникулы едем. Ну, тоже верно. Ирис? Что-то не так? Да нет, все нормально. Не подумайте, что я завидую. Просто... Просто мне с вами так весело. Но в Кайме все это закончится. Ты о чем, Адвирис? Мы же всегда можем тусоваться вместе. Верно? Да. Вот эта музыка на карте мира, она такая очень-очень подходящая под туманность. Когда выходишь, и вначале карта окутана туманом, когда, мне кажется, туман сходит, но он потом еще возвращается, но когда сходит в девятке, можно было ее немножко видоизменить. Давай остановимся на секунду. Зачем это? Водителю нужно иногда отдыхать. Как скажешь. Интересно, почему никто раньше об этом не думал? Потому что раньше с нами младшие сестренки не ездили. Так, друзья. Почему-то они решают остановиться здесь. Сделать остановку на побережье Лирите. Мы добрались. Ну, если решают, это, видимо, опять же, чтобы походить, поисследовать местность. Я что думаю? Я, наверное, сейчас остановлюсь в записи этой части. Мы на сегодня завершим. Вы, может быть, подскажете, эти остановки, они просто рандомные, чтобы поисследовать местность, которую мы уже исследовали. Либо здесь и в Мальмаламской чаще есть еще какие-то дела по пути на Каэмский мыс. Вот вопрос оставляю вам. Я оставляю вас ненадолго. Мы скоро встретимся и продолжим. А в этой подшипке, друзья, мы посмотрим, что будет, если здесь не помочь Саре. Вот мне было интересно, когда мы проходили задание. Хису, хису. Так, давай, ложись. А мы просто посмотрим. Там, кстати, тупик. Я туда подбегал. И, если не помогать Саре, происходит следующее. Мы получаем всего лишь сообщение. Объедините усилия с Сарой и разрушите стену, пока вас не настиг враг. И, собственно, откатывает к началу этих проломов стен. Ну вот такая подшипка может быть для кого-то неожиданная. Продолжение следует...